Баку, конечно, одно из самых сильных впечатлений — это центр Гейдара Алиева, который был построен по проекту Захи Хадид. Эта архитектура совершенно необыкновенная, какая-то космическая. Вся состоит из изогнутых линий, ни одного угла. Само строительство этого центра получило премию дизайн года в 2014 году в категории архитектуры. При строительстве здания используется максимальное возможное количество стекла, от чего уменьшилось необходимость в искусственном освещении. Строительство этого центра повысило привлекательность Баку. Многие люди приезжают посмотреть именно на это здание. Последние годы карьеры Хадид были переполнены скандалами и спорами о полезности, гуманности и архитектуре. Ее начали ругать за то, что пространство в зданиях использовано неэффективно. Например, самое первое построенное здание оказалось непригодным для эксплуатации по назначениям, поэтому превратилось в выставочное павилье. Помимо этого, проекты очень дорогие в постройке были. Даже тот факт, что Хадид строил в зданиях преимуществов Китая и нефтяных державах, ставился ей в вину. Но Хадид и Шумахер заявили, что нефтяных державах. Но Хадид заявил, что архитектура и архитектор должен хорошо выполнять свою работу и не думать о социальных справедливостях. Их необычное пространство меняет коммуникацию между людьми. Именно здание помогает обществу в будущем стать прогрессивным и гуманным. Цаха Хадид родилась в Багдаде. Ирак тогда был закрытой страной, но семья много путешествовала. С детства она питала культуру разных стран. И она училась в католическом монастырской школе, а затем в Бейруте и Лондоне. Первое ее построительство было в Центре современного искусства Розенталя в провинции Цинциннатия. Начало строительства этого проекта стало повторным моментом в карьере Хадид. Это был ее первый проект в США. Оценить гениальность ее замыслов можно только, пожалуй, когда посетишь сам само здание и окажешься там, потому что пространство вокруг тебя становится живым.